Радио «Конан-Ново» Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает. Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей, даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту. Как хорошо, что есть праздники! Один из уроков мудрой любви и внимания друг к другу. В середине июля в Соединенных Штатах отмечается День Родителей. Какой прекрасный повод увидеться с родными, обнять усохшие плечи матери и пожать когда-то крепкую руку отца. Сказать, как мы им благодарны за жизнь, как много они для нас сделали, как здорово, что они есть в этом мире, самые близкие и родные люди. Дорогие родители, от имени нас, всех детей, низкий поклон вам за то, что дали нам жизнь, за ваши бессонные ночи, силы, терпение, нежность и любовь. Берегите своих родителей, помня детство счастливые дни, когда счастьем, надеждой согретые на руках вас носили они. Вы болели, страдали, плакали, ну а им было вдвое трудней. Вы мужали, взлетали, падали, и в падениях им были родней. Их бессонные, трудные ночи разве можете вы забыть? Вы любите своих родителей, чтобы вас могли дети любить. Я вспоминаю дом умчавшегося детства, Воспоминания лишь светлые о нем. Где вырастали мы и вместе пели песни, Откуда в жизнь нас провожали мать с отцом? Где вырастали мы и вместе пели песни, Откуда в жизнь нас провожали мать с отцом? Где детство дом? Где мама за ручоночкой водила, Бессильное, любимое дитя. И как старательно она меня учила, Чтоб вымолвил хоть как-то, мама, я. И как старательно она меня учила, Чтоб вымолвил хоть как-то, мама, я. Мы в доме том семьёю собирались, Нам здесь всегда хватало теплоты, Мы в этом доме вместе плакали, смеялись, И здесь рождались наши первые мечты. Мы в этом доме вместе плакали, смеялись, И здесь рождались наши первые мечты. Детские мечты. Пусть параллели океаны отдаляют Меня от дома, но я помню об одном И каждый раз я как на праздник возвращаюсь В мой первый устаревший детство дом И каждый раз я как на праздник возвращаюсь В мой первый устаревший детство дом Детство дом Сегодня мы поговорим о родителях Тема эта настолько огромная, что не вместишь и в несколько передач Поэтому поговорим о тех, которые по какой-то причине являются одинокими в своей роли родителей Самое короткое определение семьи это папа, мама и я Таких я может быть несколько А если семья это мама и я? Это тоже семья? Да, но только семью, где нет мужчины, принято называть неполной За рубежом используют выражение «материнская семья», подчеркивая ее особенности К сожалению, в настоящее время семья без отца практически такое же нормальное в кавычках явление Как и традиционная семья Кто они? Женщины, которым приходится растить ребенка без мужа Раньше женщина становилась главой семьи в основном вынуждена, если умирал муж Вдова скорбный, но уважаемый статус Другая причина потери кормилица это развод Расставание супругов по взаимному согласию, увы, наиболее распространенное в нашей стране Третья категория это матери-одиночки Женщины, которые никогда не были замужем Ребенок родился от любимого мужчины, с которым не суждено жить вместе Например, он женат, живет в другом городе, в другой стране Или они состоят в так называемом гражданском браке Наконец, четвертая категория Женщина воспитывает ребенка в полной семье без участия мужчины В случае его тяжелой болезни, долгого отсутствия в командировках, нахождения в заключении и т.п. Может ли такая семья стать ячейкой добра и источником любви? Вот одна житейская история Десять лет назад я стала вдовой Дочери в то время было 11 лет Семейные обязанности, которые мы с мужем как умели делили пополам Все легло на мои плечи В тот период я пыталась быть и мамой, и папой одновременно Часто в кругу друзей и сослуживцев я называла себя мапой И искренне думала тогда, что должна обеспечить свою дочь хорошим питанием Красивой одеждой, постараться дать ей хорошее образование В моем сердце жил девиз Мой ребенок не хуже других И я приняла решение Буду работать больше, будет больше денег Питание, одежда, учеба сделают моя дочь счастливым человеком Но что же получилось в действительности? Работа поглощала весь день Поход в магазин, дорога домой И вот уже 8 часов вечера Сил ни на что не оставалось Постепенно мое сердце стали заполнять усталость Жалость к самой себе, бессилие Венцом всего стало отчаяние Что делала дочь, пока я целыми днями убивалась на работе? Придя со школы примерно в 15 часов Она около 5 часов была предоставлена самой себе Сердце не может быть пустым В него особенно детское Надо обязательно вкладывать любовь Дочь в тот период много читала и смотрела телевизор Мы обе ощущали, что в наших отношениях не хватает душевного тепла Мы переставали понимать друг друга, доверять друг другу Стали раздражительными Я отвергала дочь, ее детскую любовь Она начинала отвергать меня, и круг замыкался Вечером, когда я уставшая приходила домой Она хотела поговорить, но сил на общение у меня не было Отчаяние от того, что мы ничего не можем изменить Вползало в наши сердца и в нашу жизнь Мы не могли больше жить без любви Дочь первая стала искать Бога и молиться за меня По ее молитвам и я стала задумываться о том, как все изменить Покаялись мы в один день Схватившись за руки, потому что очень устали от холодной и отчаянно трудной жизни И только в церкви из Библии узнали Кто не любит, тот не познал Бога Потому что Бог есть любовь Я поняла, что мой ребенок – это великая награда И именно матери играют жизненно важную роль в воспитании детей Никогда не следует верить бытующему мнению, мол, дети сами вырастут Нет Подобное рождает подобное Ребенок, который не получает любви, чувствует себя отверженным Такой человек в будущем будет отвергать любое проявление любви Потому что он просто не поймет ее Отверженность рождает отверженность Это один из злых корней многих несчастных семей Каким станет сердце ребенка, когда он вырастет? Полным любви или опустошенным? Враг не дремлет, предлагая вместо радости принятия и надежной безопасности Родительской любви суррогатные заменители Алкоголь, наркотики, постели чужих жен или мужей и т.п. Как остановить поток отверженности И сделать так, чтобы ваша, пусть пока не полная семья Наполнилась любовью и радостью Где же вам черпать любовь? В личных молитвах, в которых вы доверяете своих детей Богу В молитвах, которые вы возносите вместе с детьми В них дети учатся слушать и слышать голос Отца Небесного Помните, что мы, родители, пример для своих детей Они видят, что мы говорим и как живем Вера передается, а не преподается Нельзя передать другим то, чего у вас нет Учите детей любить Научите их думать о других столько же, сколько они думают о себе Помогите им обрести веру, которая будет в них как скала Которую никто и ничто не сможет разрушить За это стоит бороться На вашей стороне сам Бог А для Бога нет ничего невозможного Написано в Библии Баю-бай Усни, мой мальчик Ночь пришла А день все дальше Тихо Песню пою Колыбельную Не зови Ты мишку Папой Не тяни Его За лапу Это Мой Видно Грех Папы Есть Не у всех Спи Спи Мой Мальчик Маленький Спи Мой Сын Я уже не платью Прошла Спи Цветочек Аленький Я С тобою Рядом Будет Все у нас Хорошо А будет всё у нас хорошо Баю-бай, как долго длится Ночь, когда совсем не спится Скоро будет большой Что мне делать с тобой? Как тебя учить не знаю Стать таким, как я мечтаю Ты пойми, мой родной Как мне трудно одной Спи, мой мальчик маленький Спи, мой сын Я уже не плачу, прошло Спи, цветочек маленький Я с тобою рядом Будет всё у нас хорошо О-о-о-о Будет всё у нас хорошо Баю-бай, ах, если б видел Папа твой, кого обидел Разве мог так легко Быть от нас далеко Спи, мой мальчик маленький Спи, мой сын Я уже не плачу Я уже не плачу, я уже не плачу Я уже не плачу Я уже не плачу Будет всё у нас хорошо О-о-о-о Будет всё у нас хорошо Маленькая девочка несколько раз в течение ночи просыпалась от повторявшегося страшного сна. Ее мама всякий раз спешила к кровати, чтобы утишить и ободрить. Но страх не покидал ребенка, и девочка не хотела, чтобы мама уходила. — Наконец, отчаявшись, мама сказала, — Доченька, но ведь Иисус с тобой. — Да, я знаю, — ответила девочка, — но мне нужен кто-то, чью руку можно держать. Иногда, когда мы испытываем глубокую боль, и нас одолевает отчаяние. Нам нужно больше, чем просто теоретическое знание, что Бог печется о нас. Подобно девочке, нам нужен кто-то, чью руку можно держать. Кто-то, кто может быть Божьим вестником в плоти. В Библии есть история женщины, испытавшей страшное одиночество и боль от того, что ей пришлось воспитывать ребенка одной. В 17 главе Третьей книги царств мы знакомимся с вдовой Сарепты. Она даже не предполагала, какой может быть ее участь, пока в один роковой день она не услышала страшную весть, что ее муж не вернется домой. С того дня настала черная полоса в ее жизни. Пророк Илья встречает ее за занятием сбора дров. И подозвал он ее и сказал, — Дай мне немного воды в сосуде напиться. Пойди, возьми для меня кусок хлеба в руки свои. Сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне. А для себя и сына своего сделаешь после. Заметьте слова пророка, — Дай мне, возьми для меня, сделай для меня и принеси мне. Как будто у вдовы не было достаточно своих забот. Она сказала, — У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. Я наберу полено два дров, пойду, приготовлю это для себя, для сына своего, съедим это и умрем. Нет, наверное, худшего чувства, как чувство обреченности. Но Илья говорит ей, — Не бойся. Типичный пророк, не так ли? Но это муж веры, и поэтому он может добавить. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев. Мука в катке не истощится, и масла в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. Нет никакого колебания в его вере, и вдове нужна была именно такая уверенность. И пошла она, и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масла в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илью. Дорогие одинокие родители, иногда Бог хочет использовать других людей, чтобы помочь вам. Очень легко отказаться от помощи тогда, когда тебе просто причинили какие-то страдания или тобой как-то злоупотребили. В таком случае нетрудно оградить себя стенами горечи и сказать, уходите, вы мне не нужны, мне никто не нужен. Однако лучше воспользоваться чистосердечной помощью. Мы нуждаемся друг в друге, такими нас сотворил Бог. Будьте готовы к тому, что, возможно, Господь захочет вмешаться в вашу жизнь самым неожиданным образом, используя даже такого незнакомца, как Илья. Вы, наверное, слышали поговорку «Беда одна не ходит» или «Пришла беда, отворяй ворота». И это, несомненно, касалось вдовы из Сарепты. Однажды вечером, после скромного ужина, молодой сын вдовы сказал матери, что плохо себя чувствует. Мать проснулась следующим утром, и когда посмотрела на сына, то заметила, что ее дорогой мальчик лежал уже без дыхания. Их положение было и без того тяжелым. Но теперь мать лишилась единственного лучика надежды. Это была последняя капля, переполнившая чашу ее страданий. Женщина взяла на руки ребенка и пошла искать пророка. Глядя ему в глаза, она сказала, «Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». Очень часто именно тот человек, который пытается помочь и дать утешение страдающим, становится объектом их горечи. Иногда страдающие не контролируют себя, и из их уст вырывается горечь обиды. Если в ваш адрес звучат такие слова, не беспокойтесь. Разрешите страдающим высказать свою боль. Будьте готовы выслушать этот поток скорби и горя. И Илья, проявляя зрелость и опытность, не говорит ни слова в свое оправдание. Он даже не пытается защищать Бога, а просто слушает несчастную женщину. Он видит боль ее сердца и проявляет к ней любовь. И сказал он ей, «Дай мне сына твоего». И взял его с рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на постель свою. Илья даже не намекнул на то, в чем заключается его план. Возможно, у него даже не было готового плана. Когда служишь таким людям, то нет книги правил, которым можно следовать. Нет легких путей решения относительно каждой ситуации. Пророк простерся над мальчиком и, встретившись лицом к лицу со смертью, молился о его жизни. И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илья отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери, и сказал, «Смотри, сын твой жив». Реакция вдовы была такой, «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что Слово Господне в устах твоих истинно». Хорошо, если бы каждая жизненная трагедия заканчивалась так светло и радостно. Но не всегда бывает так. Однако, в этой истории есть обетование для всех нас. Вот в чем оно заключается. Хотя Божьи методы могут изменяться, верность Его никогда не изменится. Никто не может пообещать, что ваш ребенок станет здоровым, или что возвратится домой неверный супруг. Но знайте, Бог останется верным. Иногда для того, чтобы излечить вашу боль, Он пошлет Илью незнакомца. Иногда просто использует обстоятельства, чтобы дать вашей душе утешение и исцеление. Иной раз Господь совершает чудо. А иногда использует других людей, чтобы, как Илья, оказать помощь в час нужды. Иногда страдающим родителям-одиночкам нужно не напоминание большого количества стихов из Библии, а важно просто услышать слова. «Я буду молиться о тебе». Им нужна наша близость, наша готовность слушать, наш дух понимания и наш открытый дом. В завершении нашей темы позвольте несколько советов о том, как же управлять неполной семьей в неуправляемом мире. Перестаньте пытаться быть мамой и папой одновременно. Лучше будьте мамой в меру своих способностей. Может, нож окажется вам непосильной, потому что вы пытаетесь сделать больше, чем Бог ожидает от вас. Общайтесь с людьми, которые сталкиваются с теми же проблемами и чей опыт и дружеская поддержка помогут вам. Научитесь планировать время. И когда у вас появится свободная минутка, проведите ее вместе со своим ребенком, чтобы вложить еще один камень в фундамент той прочной связи, которую необходимо создать. К сожалению, вам не с кем разделить все тяготы этого пути, но любите свое дитя и несите свой крест, не рассматривая эту обязанность как досадную помеху вашей основной деятельности. И последнее. Подружитесь с какой-нибудь полной семьей, чтобы время от времени ваш ребенок мог почувствовать себя частью большой семьи. В гнезде на карликовом дубе сидела малиновка с целым выводком птенцов. Когда начался проливной дождь, мама птица накрыла птенцов своими крыльями. Потом посыпался град. Вместо того, чтобы спрятаться в гнездо, мама малиновка подняла голову, принимая на себя все удары, чтобы защитить детей. Все птенцы благополучно пережили бурю. Какой красочный пример, представляющий опасности, которые подстерегают одиноких родителей. Задача воспитания детей в одиночестве чрезвычайно тяжелая и требует от матерей и отцов многого. Тех, кто принимает на себя удары судьбы, защищая своих детей, хочется заверить. Лучшие дни не за горами. Дождь и град не будут продолжаться вечно. Скоро в небе засияет радуга. И когда вы завершите свое дело и вырастите здоровых и счастливых птенцов, вы насладитесь сладкими плодами родительского труда, которые останутся с вами навсегда. Мать спелинала ребенка белой пеленкой, Мягкой, как пух. Положила его в колыбель, Задернула шторы. Наполнив ту комнату сном и покоем, Наполнив ту комнату любовью и словом, Севу кровати ребенка тихонько шепча. Спи, мой сынок родной, Спи, моя радость, Пусть ангел-хранитель навеет тебе сладкий сон. Пусть ангел-хранитель расскажет Про Божью любовь и про Божью защиту спи. Пусть ангел-хранитель расскажет Про Божью любовь и про Божью защиту спи. Долго смотря на дитя Мать тихо пела Любовью горя И ангел Господень там был, стоя у постели Он знал его жизнь, он предвидел падение Смотря сквозь года, он видел спасение Он знал, что душа эта будет в Божьих руках Спи, мой сынок родной Спи, моя радость Пусть ангел-хранитель навеет тебе сладкий сон Пусть ангел-хранитель расскажет Про Божью любовь и про Божью защиту Спи Пусть ангел-хранитель расскажет Про Божью любовь и про Божью защиту Спи В эфире детская передача 900 секунд Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели Мы очень рады снова приветствовать вас Каникулы закончились, праздники прошли Все вы вернулись в школу, чтобы узнавать много нового и интересного И мы тоже сегодня снова вместе с вами будем изучать историю христианства Здравствуй, Андрюша! Как у тебя дела? Здравствуйте, Аня! Все просто классно! Знаете, я на каникулах прочитал много книг о путешественниках А еще в школе нам показывали на уроке Фильм о разных интересных растениях и животных И теперь я тоже хочу ездить по разным странам Я решил, что объеду весь мир Ведь это же так интересно! Да, Андрюша, это, конечно, интересно Но провести жизнь, как бабочка, порхающая с цветка на цветок, чтобы потом застыть где-то в углу Это недостойно человека А зачем же тогда путешествовать? Чтобы принести пользу хотя бы некоторым Всегда были богатые путешественники, которые ездили от скуки Просто занять время чем-то интересным Но были другие путешественники Они отправлялись в дальние края, чтобы рассказать людям о Христе Это миссионеры Потому что одно из имен Иисуса – это Мессия Ого! Это, наверное, тоже интересно Расскажите мне и нашим радиослушателям о них, пожалуйста С удовольствием! Усаживайтесь все поудобнее И отправляйтесь в путешествия во времени по страницам истории История знает путешественников, которые ехали в дальние страны не для того, чтобы увидеть экзотику и полюбоваться на океан А рассказать людям, живущим там, о Христе и принести им весть спасения Их называли миссионерами Одним из первых миссионеров стал молодой баптистский пастор из Англии по имени Уильям Кэрри Он работал сапожником и, забивая очередной гвоздь в каблук, молился «Господи, приведи еще одного человека к себе!» И Господь однажды проговорил к сердцу Кэрри Если ты желаешь спасения людям, то надо рассказывать им о Христе Пастор Кэрри решил отправиться в Индию, которая была тогда британской колонией Но никто из церквей, где он нес служение, не поддержал его идею А почему? Наверное, верующие тогда боялись проповедовать диким племенам? Нет Они придерживались убеждения, что Бог управляет миром, независимо от действий людей Поэтому если ему угодно будет призвать к себе туземцев, то он это сделает и без помощи миссионеров Но это же неправильно! Конечно! А кроме того, служащие Ост-Индской компанией, которая контролировала всю коммерческую деятельность в стране Крайне враждебно относились к идее миссионерства среди местных жителей Почему? Они боялись потерять почти рабский труд туземцев Поэтому, опасаясь депортации, Кэрри с семьей переехал вглубь Индии Где, несмотря на исключительно тяжелую семейную ситуацию Смерть сына, постоянную болезнь жены и изнуряющую работу на местной фабрике Он начал перевод Библии и проповедь христианством В 1800 году Кэрри с семьей переехал в колонию Сирампур, которая и стала центром миссионерской работы в Индии Кэрри перевел Библию на три языка Бенгальский, Санскрит и Маратхский Хотя его переводы не отличались хорошим качеством Благодаря им местные жители смогли услышать Евангелие на родном языке Что привело к первым обращениям К 1818 году насчитывалось уже 600 крещенных индийцев И несколько тысяч человек посещали богослужения Значит, главными врагами Кэрри были соотечественники христиане? Пожалуй, ты прав Не напрасно Христос говорил, что враги человеку домашние его Но за 40 лет, которые Кэрри провел в Индии Ему встретилось еще множество других неприятностей И он все победил? Это был настоящий христианин Он всегда сохранял мир и посвященность служению Например, в 1812 году в пожаре сгорел огромный многоязычный словарь, составленный Кэрри Две грамматики и почти законченный перевод Библии со всеми исходными материалами Ну, это конец! Только не для Кэрри Вряд ли найдется человек, который снова мог бы взяться за такую работу Но отважный миссионер воспринял пожар, как удар сатаны, которого допустил Бог, чтобы испытать его Он начал весь труд сначала даже с еще большим рвением Кэрри оказал огромное влияние на миссионерское движение Он организовал британское миссионерское общество и старался основывать церкви, не навязывая туземцам европейскую культуру Благодаря его примеру, тысячи миссионеров отправились в Азию и в Африку Англичанин Роберт Моррисон первым перевел Библию на китайский язык Несмотря на строжайшие запреты как со стороны английских, так и китайских властей Одним из самых известных миссионеров в Африке стал Давид Ливинстон В нем удивительным образом сочетался талант ученого-первооткрывателя и миссионера Аня, а почему Ливинстон отправился в Африку? Я думаю потому, что он влюбился в дочь Роберта Мафата и в Черный континент О котором так страстно рассказывал его будущий тесть Хотя скоро он был очень разочарован, когда женился и переехал в Африку Почему? Белые люди, называясь христианами, грабили земли и относились к африканцам как к рабам Поэтому он отправился в неизведанную глубь Африканского континента Как он писал подальше от белых людей и миссионеров А что он там делал? Он изучал Африку и проповедовал племенам о Христе Ливинстон первый исследовал глубинные области Черного континента и открыл знаменитый водопад Виктория, о котором написал Невозможно сравнить его красоту ни с чем На эти места столь прекрасные должно быть смотрели ангелы в полете Многие годы он жил и общался только с африканцами Которые так полюбили старика, постоянно рассказывающего им о своем спасителе Что когда 1 мая 1873 года они нашли Ливинстона мертвым на коленях в своей походной палатке То похоронили его сердце под деревом Мпунду А тело, мумифицировав на солнце, привезли в порт почти за 2000 километров В Англии тело Ливинстона с почестями похоронили в Вестминстерском аббатстве Аня, а сегодня тоже есть миссионеры? Да, конечно, и благодаря их усилиям Африка и Азия сейчас стали самыми христианскими континентами Больше всего христиан сейчас живет не в Европе и не в Америке, а именно там Как же эти миссионеры смогли оставить своих родных? Невероятно, но они жертвовали комфортом, уютом и спокойной жизнью Чтобы выполнить повеление Христа и донести весь спасение даже до края земли Наверное, они принесли в дикие племена и свои обычаи? Да, и некоторые их обвиняют за то, что они уничтожили национальную культуру А какая там была культура? Культуру ее только теперь стали называть А в действительности это был ужас Многие племена приносили в жертву собственных детей Употребляли в пищу человеческое мясо Но сегодня же этого нет Сегодня к югу от пустыни Сахара проживают около 500 миллионов христиан Это значит, что почти каждый пятый христианин в мире – это африканец Так дали всходы семена, посеянные отважными миссионерами Ведь Иисус сказал еще после своего воскресения Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих Но из-за долгих припираний, выяснений, какая религия лучше Гонений на христиан Большая часть мира так и не знала о Спасителе Да и теперь еще остаются такие уголки на планете, куда пока не смогли прийти миссионеры Поэтому, Андрюша, если твое желание сохранится, ты сможешь быть миссионером А также помните, ребята, что в первую очередь вы должны рассказать об Иисусе всем людям, которые вокруг вас Ведь как можно не рассказать о своем лучшем друге? А сделав это, вы точно исполните Божье повеление А наш урок истории подходит к концу Божьих вам благословений и до скорых встреч в эфире Материал по истории взят из книги Сергея Санникова «История христианства для детей» Я не верю в то, что жизнь проходит просто Просто без следа Да горит свеча Что прожив однажды Я не встречу дважды Светлый миг любви Где-то на пути Там вдали Виден свет в пути Нас с тобой он зовет Давай пойдем туда Где горит всегда Яркая звезда Звезда любви и добра Светит нам она И зовет туда Где жизнь и вечная весна Позабыв потери Боли неудачи Я иду вперед Даль меня зовет Знаю повстречаться Могут мне преграды На моем пути Где нелегко идти Но там вдали Виден свет в пути Нас с тобой он зовет Нас с тобой он зовет Давай пойдем туда Где горит всегда Где горит всегда Яркая звезда Звезда любви и добра Светит нам она И зовет туда Где жизнь и вечная весна Дорогие друзья Наше эфирное время подошло к концу До новых встреч на радиоволне 107.1 FM Радио Бананова Ждем вас у радиоприемников Каждый понедельник в час дня Звоните нам по телефону 663-178-617 Пишите на электронный адрес tmrbarcelona собака hotmail.com Или приходите к нам в церковь Которая находится по адресу Карер Санте Усеби 54 Метро 3 линия Остановка Фонтанна Или 7 линия Остановка Плаца Малина Каждое воскресенье 14 часов дня Мы рады будем увидеть вас Веры вам и добра КОНЕЦ КОНЕЦ